Так, ну что ж, разрешите представиться. Меня зовут Кононова Аня. Мы подтверждем нам звание старшего международного директора. Через два дня у нас юбилей. Такой будет, что мы будем три года уже в компании. Такой мини-юбилейчик. Вот, неровная дата, но все равно три года в компании это уже о чем-то говорит. Да, ну и, конечно же, мы сейчас сразу же в двух открытых квалификациях. Это международный и старший международный. Очень хотим подтвердить, получить премию. Стараемся, работаем. Вот, и вам, конечно же, тоже желаем роста. Итак, скажите, пожалуйста, у всех ли подвисает, потому что я... Всем привет! Да, вижу, что еще люди зашли. Всем привет! Сегодня мы с вами будем считать додиректорский маркетинг-план. И немножко залезем чуть-чуть в конце вебинара в последдиректорский маркетинг-план. Да, совсем капельку. Итак, я постараюсь сегодня донести до вас как можно проще. Да, и буду надеяться, что вам всем будет понятно. Кто запутается, то уже, конечно, пишите в личку своим директорам, потому что мы все с вами будем наставниками. На этот вебинар собираются только лидеры, у которых есть уже структура, у которых интересуют выплаты, как можно большие выплаты. Сегодня мы с вами как раз поговорим о том, как зарабатывать больше и как, чтобы структура у вас была крепче. Вот. Ну, начнем с вами с самого главного. Из чего складывается доход. Это два составляющих. Свой доход действительно можно увеличивать в несколькими способами. Да, то есть вы можете открыть свой агентский пункт, вы можете, если у вас уже открыт договор с компанией, то вам могут разрешить открыть свой агентский пункт, вы можете с агентского пункта зарабатывать, вы можете продавать, вы можете не продавать, да, вы можете строить структуру, да. И причем структуру вы можете строить с такой скоростью, с какой нравится вам, с какой комфортно вам. И это нужно понимать, что кто-то растет быстрее, кто-то медленнее. Это значит, что у кого-то больше времени, у кого-то больше амбиций, у кого-то меньше времени, у кого-то меньше амбиций. Но каждый результат на проекте – это уважаемый нами результат, потому что вы этого добились сами. И это здорово. Ой, спасибо большое. Поэтому давайте с вами начнем. Прибыль и от продаж – это самое простое. Когда вы показываете каталог, и вам что-то через него заказывают. То есть вам, допустим, выбрали какое-нибудь платье. Вот, к примеру, сейчас новогоднее платье. Давайте возьмем пример за 6999 рублей платье. И с него вы получите 20% скидку. То есть сейчас я называю цены России, но вы также можете открыть свой каталог, найти вот эту вот красную цену, от которой нужно вычесть 20%. То есть 6999, мы с вами вычитаем 20%, и у нас с вами получается… Так, минутку. 6999, мы с вами вычитаем 20%, и у нас с вами получается 1300 рублей русских, если взять пример на руки. То есть вы продали 10 таких, к примеру, платьев, и вы получили 10 тысяч рублей за каталог на руки. Ну, а эти деньги, они идут быстро, и вы их сразу зарабатываете себе в карман, и сразу же разницу берете со своих покупателей. То есть вот это самый простой способ заработка. То есть у нас девчонки, кто специализируется именно на таких новогодних платьях, очень хорошо заработали, и сами бесплатно, шикарно тут же в компании Фаберлик оделись. Реально бесплатно оделись, потому что они продали все там по 5-6 платьев, да, и у них очень хорошая выручка. Сейчас и они сказали, что они одели детей и мужей, и все вот на эту выручку. То есть получилось, что они оделись бесплатно. Вот. Далее, значит, о чем с вами еще будем говорить. Также мы с вами имеем право за свою отстроенную структуру получать вознаграждение за работу своей структуры по маркетинг-плану. Да, то есть это объемная скидка и бонусы. Вот. Значит, бонусы у нас с вами бывают квалификационные бонусы, директорские бонусы, бонусы стабильности, бонус материнства, бонус усыновления, бонус за быстрый старт и бонус развития. То есть у нас с вами бонусов очень много, о них мы чуть-чуть позже подробнее поговорим. Это все уже после директорский маркетинг-план. Вот. Значит, в первом случае мы осуществляем прямые продажи, во втором случае мы создаем свою структуру, команду, с которой мы работаем как наставники. Да, то есть человека не просто так, да, то есть вы зарегистрировали, скинули ему какую-то ссылочку и все. Да, то есть проблем никаких нет уже у вас, да, нет. И этого человека нужно обучить. Компания Фаберлик платит не за количество регистраций, а за ваш товарооборот. То есть вы должны знать все акции, подарки, должны знать привилегии, вот эти вот бонусы, и тогда у вас хорошо пойдет рост. Да, как говорили куча людей, куча лидеров, очень высоких рангов, я очень часто их смотрю на ютубе, часто на них езжу вживую, они говорят, если вы владеете ситуацией, вы владеете всей своей жизнью в совершенстве, да, если вы владеете информацией, вы владеете миром. Вот это я очень хорошо запомнила, и на самом деле, если вы все это изучите, то у вас все будет отлично, здорово, замечательно, и на любой вопрос новичка вы будете отвечать вкусно, грамотно и честно. Да, самое главное, что грамотно и честно. Вот. Значит, мы создаем структуру и увеличиваем количество консультантов в группе и их объем продаж. Увеличивается и наше ежемесячное вознаграждение за эффективную работу со своей структурой. Да, самое, конечно, эффективное, это сочетать оба подхода, да, то есть где-то вы поторговали, да, чтобы сделать 50, там, 100 баллов, да, у нас очень много вип-консультантов, всех випов поздравляю, напишите, дорогие вип-консультанты, слово «я» в чат, потому что это очень уважительный статус, это гордость, это труд, и я вижу ваш весь труд. Вот, когда я распечатаю распечатки и вижу такое огромное количество вип-консультантов, я просто, не знаю, я горжусь тем, что столько людей у нас на проекте, на самом деле, трудятся, трудятся, вот, молодцы, и давайте поздравим наших вип-консультантов, поставим восклицательные знаки, потому что вип-консультанты – это круто, да, вот, и, конечно же, когда мы с вами сочетаем эти два подхода, то это путь к настоящему успеху и высокому заработку, это на самом деле так. Честно вам скажу, продавала я только в начале, сейчас мне не нужно продавать, но я делаю объем, вот вчера мы, кстати, советовались с подругой, с хорошей подругой и дальней родственницей, я ей говорила, Ирин, с Ириной Менчиковой, да, вы, наверное, все ее знаете, она была вчера у меня в гостях, и я с ней говорила, как ты думаешь, если я скажу, сколько я баллов делаю, я не испугаю новичков, да, потому что, чтобы делать, чтобы зарабатывать, нам нужно делать всего лишь 50 баллов по маркетинг-плану, а я делаю по 600, по 700, и мне все надо, да, вот поэтому я вам сейчас и говорю, что лично я делаю 600-700 баллов, и 50, ну, мне вообще бы было нечего носить, я вообще бы не могла пить витамины, и у меня бы дети были полголые, если честно, потому что я люблю, чтобы они были хорошо одеты у меня, да, вчера тоже с ней разговаривала, да, вот, итак, значит, наш доход как лидера, до того, как под нами появятся директора, это, первое, прибыль от личных продаж, если вы желаете, но это по желанию, по желанию продажи, это по желанию, и второе, это наша объемная скидка ОС, да, вот это вот понятие ОС, запомните его, потому что эта объемная скидка нам начисляется на наш регистрационный номер, а в дальнейшем, после открытия договора с компанией, будет начисляться на наш расчетный счет в банке, с каким банком вы уже будете сотрудничать, это, в принципе, выбирать вам, да, и после того, как у вас откроются директора, у вас еще прибавляются вот эти вот директорские бонусы, вот, значит, до момента заключения договора с компанией, у вас идет зачисление на личный счет консультанта, на ваш регистрационный номер, да, вот столько баллов я делаю, вы знаете, ну, конечно, это уже я делаю последний год столько баллов, до этого я столько и не делала, вот, да, то есть зачисление на личный счет консультанта, из которых можно 65% воспользоваться на оплату заказов, остальные 35% мы с вами платим наличными, вот я почему говорю, что на вебинарах для новичков, вступительных вебинарах, да, что очень выгодно с 6-9% уже начинать делать 50 баллов и не терять свои выплаты, да, не отдавать их выше, вот, почему, потому что, да, вы, к примеру, сделали заказ на 5000 рублей, а у вас к оплате всего лишь 1700, потому что вы уже на 9% вы получаете свои денежки, вот, как отключить видео, ой, вы знаете, я, наверное, не подскажу, как отключить видео, вот, ну, посмотрите в записи, если уже сильно виснет, тут я уже ничего не сделаю, к сожалению, ну, лучше отключить лишние гаджеты, да, вот, остальные 35% наличными, и вот мы вчера с Ириной сидели в ее кабинете, она как раз лидер 15-19%, вот, и я, я с Мазилы, а, Аня, Аня Дегтяк, да, вот, помогите, Олечка, пожалуйста, Анюте, вот, что получается, получается, что она за свой заказ, за свои 100 баллов платит всего лишь 3000, и у нее уже объемная скидка копится, да, то есть ей уже скоро пора открывать индивидуальное предпринимательство, заключать договор на выведение личных денег на расчетный счет банки, потому что у нее уже начало копиться, она не тратит столько, сколько у нее на счету, да, то есть уже все, уже можно, да, уже можно ей открывать скоро индивидуальное предпринимательство, вот, а после заключения договора с компанией идет полностью 100% зачисление на расчетный счет консультанта, который он открыл в банке, да, то есть я живу в Кирове, Кировской области, я открыла свой расчетный счет в Вяткобанке, да, вот, кто-то очень часто открывает в Тинькове, кто-то часто открывает в, забыла, в Альфа-банке, да, то есть где кто открывает, вот, и все 100% начисляется на расчетный счет в банке, то есть вы уже с начисленных денежек оплачиваете свой заказ, да, то есть у вас уже будет ноль в кабинете, и все денежки каждые, там, 2-3 недели падают на, как вам сказать, да, падают на ваш уже расчетный счет в банке, я думаю, все вы видите, когда мы переписываемся, о, денежка упала, денежка упала, да, то есть консультанты, у которых не открыт расчетный счет в банке, они уже делятся в первый понедельник, сколько они получили, сколько они заработали, да, в Сбере можно ли она, можно, вот, вот, и, а мы делимся, что денежка пришла примерно со среды по пятницу, что, о, деньга пришла, начинаем переписываться в чате директоров, у нас начинают радости, да, что вот она, заветная зарплата, ну да, все смеемся, вот, ну и, конечно, нужно понимать, что мы, компания, полностью белая, и у нас с вами с момента открытия договора с компанией начинает идти стаж, настоящий трудовой стаж, да, вот, поэтому расчетный период – это каталог, который длится каждые 2-3 недели, да, то есть у нас с вами есть еще и баллы, стоимость баллов, да, то есть 50 баллов, вот я сейчас буду цены России говорить, да, они могут выйти и 3,750, и они могут выйти по 150 рублей балл, 7,500, почему такая разница, да, у нас с вами есть дополнительный ассортимент, или акции, на которых сильно снижены деньги, и они идут, ну, грубо говоря, по половинчатым баллам, да, и, допустим, у вас может заказ выйти и 3,750, и 5,000, и 7,500, да, но 7,500 – это, конечно, максимум, вот, и, конечно же, когда лидеры делают заказ, вот, который с 9%, там возникают такие вопросы, Анна, а вот мне сегодня мой директор, да, допустим, или мой лидер скинула скриншот, и она всего заплатила за свой заказ 1600 рублей, а я вот на 12%, и я за свой заказ заплатила, да, там, к примеру, 1900 рублей, почему такая разница, так вот, 65% у вас, да, списывается с счета, если эти денежки на счете есть, понимаете, вот тут еще такой важный период, что если у вас на счете 1000 рублей, а вы сделали на 5000 рублей заказ, то у вас к оплате всего 4000 рублей получится, да, а если вы, к примеру, сделали на 5000 заказ, а у вас на счету там, ну, тоже 5000, да, вот так вот если взять, то 5000, 5000 мы вычитаем 65%, и у нас получается 3250, да, поняли сейчас, вот почему так, вот, далее, значит, выплаты у нас с вами есть такая, сейчас мы с вами будем считать маркетинг план, у кого сколько баллов, то сколько получит, то сколько заработает, и, конечно же, у нас с вами есть стоимость балла, да, вот, и для расчета вознаграждения, один балл, если взять цены России, в скором вы увидите все свои страны, то он равен 60 рублей, да, то есть, и выплаты за личный оборот у нас с вами получаются, сейчас я возьму рисовалочку, чтобы вам было понятнее, да, то есть, вот, выплаты за ЛО совершаются так, да, то есть, сколько у вас баллов по структуре, вы это умножаете на 60 баллов, потом умножаете на свой процент, да, на каком проценте вы находитесь, да, Леночка, 65% за заказ, все правильно, да, и у вас получается ваша зарплата, вот, да, и выплаты на структуру, вот сейчас 3000 баллов, это уровень директора, да, умножаете на 60 рублей, и выплата на структуру, да, по 23% получается 41 400 рублей, то есть, вот у нас с вами все умножается на балл, на выплату, да, вот, сейчас сотру, и мы с вами перелеснем, далее, да, и вот это тоже очень немаловажный момент, до того, как под вами открываются директора, вся ваша структура, это личная группа, личная группа, и ваш личный заказ входит в объем личной группы, после того, как под вами появятся директора, у вас будет еще и групповой оборот, да, то есть, заказы личной группы и заказы по групповому обороту, да, групповой оборот, это уже говорит о том, что вы стали директором, да, дополнительный ассортимент, это в каталоге, это в каталоге, он может быть, да, то есть, ну, вот, допустим, компания Фаберлик косметическая, ну, вот она решила поучаствовать, да, допустим, одежда, да, нижнее белье, вот, и вот это называется дополнительным ассортиментом, то, что не делается на заводах Фаберлик, да, то есть, это дополнительный ассортимент, или какие-то акции, это тоже считается не дополнительным ассортиментом, но это считается огромной скидкой, за нее балл ниже, то есть покупателям выгоднее, да, девочки, у кого что виснет, что-то весь вечер вы пишете, что виснет, да, и смотрим дальше с вами, у нас с вами есть три уровня лидеров, да, три уровня людей в компании Фаберлик, которые могут быть привилегированным простым покупателем, которые могут быть консультантом, да, вот лично я консультант, да, и лидер с вип-статусом, да, то есть я консультант, лидер с вип-статусом, да, получается, а почему консультант и лидер, сейчас мы с вами это будем разбирать, ничего не виснет, все, спасибо, больше не отвлекаюсь, вот, значит, привилегированный покупатель, это человек, который делает до 50 баллов, то есть не более 49 баллов, и у такого человека, ой, минуточку, что-то нарисовалось, да, у такого человека есть подарки, накопительная программа Фаберлик Клуб и 20% немедленной прибыли или 20% скидки от цены каталога, и как бы, ну, привилегированный покупатель уже имеет такие плюсы, далее идет уже консультант, консультант это человек, который делает 50 баллов плюс, да, вот он делает 50 баллов плюс, и он уже на следующий период получает 26% скидки от цены каталога, не считая одежду нижнее белье, там фиксировано все равно 20%, да, вот, и переход на Яндекс помог, да, ну, вот видите, как бывает, да, и получается, что накопительная программа, вы также участвуете в подарках, вы также участвуете, вот, и получается, что у вас просто увеличивается скидка, увеличивается количество подарков, да, вот, недавно у нас есть спикер Илья Петров, вот, и он проводил вебинар и сказал, что 350 подарков, да, он при вас считал, кто был на этом вебинаре, поставьте, плюсики с момента регистрации за полгода можно получить 350 подарков, да, так вот, дорогие коллеги, это чистой воды правда, потом он сказал, что сначала 500, потом сказал 350, вот мы с ним вчера тоже, он у нас был в гостях, да, Илюша Петров, и мы с ним посидели и посчитали, у нас же еще с вами есть подарки в каталоге, у нас еще есть с вами акция, очень часто 1 плюс 1 равно 3, что же это получается? Получается, что он не обсчитался, что вы можете забирать неограниченное количество подарков, и вы даже можете забрать и 500 подарков за полгода с момента регистрации, и это на самом деле правда, да, потому что очень часто бывает, да, купи парфюмерную воду, получи дезодорант, да, в подарок, там, допустим, купи, там, средство очищающее для лица, получи очищающую полоску для лба, да, то есть вот такие вот, ну, пробники я не особо считаю за подарки, да, то есть, ну, вот такие вот весомые подарочки все равно у нас с вами есть, да, так ведь есть, вот, и далее третий уровень, это лидер с VIP статусом, кто такой VIP? Это человек, который делает 100 баллов плюс, да, то есть он делает 100 баллов плюс, отзависла, минутку, вот, и когда он делает эти 100 баллов плюс, то есть получается, что этот человек уже становится VIP-консультантом, ну, у него там, конечно, это отдельный вебинар, о нем я проведу, о VIP-консультанте, и все подробно расскажу вам в понедельник, первый день от начала каталога, у нас с вами традиция, мы с вами изучаем все акции в подробностях, чтобы вы были подкованы и росли легко, да, то есть работать через интернет не так и просто, все-таки мы вам даем те знания, которые помогают вам расти, да, и получается, что такой лидер тоже получает 26% немедленной прибыли, тоже получает подарки, тоже получает накопительную программу, но он еще и получает 10% объемной скидки свыше 100 своих баллов, вот, например, смотрим на формулу, да, я сделала 150 баллов, да, я сделала 150 баллов, это значит 150 я вычитаю 100, и вот эти вот за 50 баллов я получаю дополнительно скидку, это получается 50 я умножаю на балл на выплату в своей стране, у меня это в частности 60 рублей, и умножаю на 0,01, да, и у меня вот будет та сумма, она ко мне придет уже, и если у вас открытый ИП, она приходит на расчет на счет банки, если у вас не открытый ИП, то она вам придет также на счет, на ваш регистрационный номер, и вы можете тратить денежки, и вы можете тратить денежки, уже получается сразу же списать заказ, ну что ж, поехали с вами дальше, дорогие коллеги, сейчас я скину, почищу, и так, значит, у нас с вами получается, что привилегированный покупатель, покупатель – это человек, который зарегистрированный в Фаберлик, имеющий свой регистрационный номер и право приобретения продукции со скидкой, консультант – это привилегированный покупатель, который выполнил в предыдущем периоде личный объем 50 баллов и более, да, то есть там скидка увеличивается, и для получения дополнительной прибыли консультант может делать 150 баллов, вот таким вот образом, да, то есть когда меня спрашивают, Аня, я вип-консультант, я более трех периодов делаю 150 баллов, почему мне скидка не увеличивается до 35% такой скидочки, до 36, да, то есть 26 плюс 10 люди считают, это неправильно, эти денежки вам падают на расчетный счет в банке, вот, и вы сейчас видите, как их высчитывать, поэтому не обманывайтесь, пожалуйста, 36% в компании скидки нет и умейте считать правильно. Скажите, пожалуйста, всем ли это понятен момент, и мы с вами перейдем считать уже построение структуры. Слайд с формулой. Слайд с формулой, значит, баллы мы с вами умножаем на балл на выплату, я ставлю 60 рублей, и умножаем на процентный уровень, на котором вы находитесь. Вот это и есть формула. Вот, значит, баллы на выплату у нас с вами каковы, да, Россия-то 60 рублей, Украина 24 гривны, Казахстан 300 тенго, Беларусь 1,6, Молдова 18, ну там с копеечкой милей. Да, то есть его считывается так, что балл по заказу страны, да, у нас, допустим, в России 75 рублей балл, мы умножаем на НДС 0,8 и получаем 60 рублей балл на выплату. Вот это вот очень важно знать, поэтому все дальнейшие слайды, где мы с вами будем считать эти баллы, у вас будут написаны внизу, чтобы вы не путались, и у вас всегда была такая жирненькая шпаргалочка под вашей, да, под вашей рукой, чтобы вы сразу в живом режиме могли считать. Итак, все вы, наверное, знаете, что у нас 19 зарплат в этом каталоге, ой, в этом году, но 18 зарплат будет в следующем году. Почему? Потому что вместо 5 каталогов по 2 недели, у нас будет с вами 2 каталога по 2 недели. Информацию найти для стран ЕС. Ну, когда вы забиваете заказ, вы видите, наверное, где у вас полный балл, где половинчатый балл, да, то есть из полного балла, полный балл умножаете на 0,8 и равно получается у вас, да, и там уже, вот, значит, без разницы, в какой стране вы сотрудничаете, везде на 0,8 на НДС. Итак, стаж, как и после контрактизации, белая зарплата, растущий доход, до уровня директора вы зарабатываете до 23% в зависимости от товара, оборота вашей структуры. Да, Анюта, ты, наверное, не знала, да, то есть, да, у нас сейчас вместо 5 двухнедельных каталогов будет 2, то есть мы с вами сейчас, ну, я думаю, мы будем быстрее расти, так же, как росли в прошлом году, вот, поэтому с новыми силами, свежими, да, то есть я нас всех с этим поздравляю, вот, и, конечно же, ваша группа, это, вот, самое главное, что понимать для успешного бизнеса в будущем, что ваша группа, ваша группа, это все, кто зарегистрирован не только вами, но и вашими сотрудниками, да, то есть не только вами, но и вашими наставниками, вы должны любить и работать со всеми одинаково и не выделять, этот человек ко мне пришел, этот человек не ко мне пришел, ну, пусть он подо мной, но он не мой, вот это самая главная ошибка, и такие лидеры, конечно же, стопорятся в росте, потому что они понимают важность того, что это ваша структура, ваш товарооборот, и вы, может быть, уже директор или будущий директор этой структуры, поэтому, если ваша структура работает по принципу один за всех и все за одного, тогда у вас будет хороший рост. Если ваша структура работает по принципу, этот не мой, этот не мой, а вот этого я зарегала, я ему напишу письмо, а вот этим двум я писать не буду, тогда вы свой рост можете делить на два сразу же, да, то есть скорость своего роста на два, а то или на три делите. Вот, почему так? Потому что, сами понимаете, дружба и доверие – это самое главное, что у нас есть на проекте с вами, да. Так, и, конечно же, чем больше структура, тем больше будет оборот. И вот недавно я с вами немножко посекретничаю, мне написала девушка и говорит, Аня, вот ты, у меня есть под тобой, подо мной твоя веточка, которая уже на 15%, почему ты ее дальше не продолжаешь, да. И мы с ней поговорили, что эта девушка уже директор, что она уже самостоятельный лидер, у нас этой веточки довольно-таки неплохо получает ежекаталожные выплаты. И она поняла, что она и так меня и спросила, а я что, теперь сама с ними буду работать? Вот, чтобы таких недопониманий не было, вы, пожалуйста, сразу же знакомьте своих новичков друг с другом, и чтобы они понимали, что директор полностью сам отвечает за свою структуру. Да, вот такой случай был, поэтому, вот вы знаете, ко мне приходят такие золотые лидеры, и даже если я помогаю этим лидерам регистрации, да, регистрациями, они сами с этими новичками работают, они сами их обучают, а я только рассказываю, как можно обучать, как открывать задания на командном сайте, как звонить, там где-то может какое-то видео снять, понимаете, вот в чем суть. И вы также своих лидеров учите, как их обучать, то есть, чтобы они у вас были самостоятельными, вот, потому что к нам приходят, ну извините меня, детей на проект мы не берем, к нам приходят уже женщины, так ведь, там, вот, допустим, вот, женщины 20, там, лет, они уже могут самостоятельно понимать, как скопировать текст и отправить его на обучение, да, поэтому я желаю вам самостоятельности с первых дней регистрации в компании Фаберлик, и желаю вам, конечно же, самое главное, чтобы вы как можно больше задавали вопросов своим наставникам непонятных, чтобы вы поскорее стали полноценными руководителями своих структур, вот, я этого вам очень желаю. Итак, давайте же с вами смотреть, что такое маркетинг-план. Перед нами с вами додиректорский маркетинг-план, 19 зарплат отменяется, будет 18, слава богу, да, пусть коряво, но зато мы с вами будем это помнить, да, и первый наш уровень, за который вы можете зарабатывать денежку, это, конечно же, уровень 100 баллов, это 3%. Если вы сделали личный заказ 50 баллов, то вы получаете свои объемные скидочки на счет в кабинет Фаберлик, да, далее, значит, 200 баллов, это уже вы старший консультант, 6%, если вы сделали свой заказ, вот ваши выплаты, да, ой, ой, зачеркнула, сейчас, сейчас открою, очень жирно, да, далее, значит, лидер, лидер, так, минутку, лидер это уже 600 баллов, да, обратите внимание, тут сверху 200, а тут уже 600, да, поэтому и статус лидера, потому что у вас уже есть работающие люди, которые вместе с вами идут, да, то есть наш бизнес, он такой же, как наземный, как снежный ком, да, человек открыл, допустим, магазин, вложился, обставил, все красиво, товар закупил, магазин открыл, и вот ему сначала приходит один, второй, третий, потом вот этот третий, к примеру, начинает говорить, вот в этом магазине хорошее обслуживание, все хорошо, пошли-ка вместе сходим, да, и он, и так вот постепенно и наша структура с вами растет, да, мы рекрутируем, наши люди начинают рекрутировать, у нас с вами начинает получаться, и мы выходим уже на такой довольно-таки большой статус, это 9%, и выплаты, конечно, как вы видите, они уже идут больше. Позже мы с вами будем изучать, что такое выплаты на структуру и что такое маркетинговая разница, поэтому обратите внимание, тут уже может начаться маркетинговая разница, может начаться, конечно, может нет, но в 90% случая начинается. Далее старший лидер, 1000 баллов по структуре, 12%, вице-директор, 1500 баллов в группе, 15%, ну, примерно с этого уровня ей начинают открывать договор с компанией, потому что там уже, ну, такие уже симпатичные выплаты. Вот, далее старший вице-директор, 2000 баллов, 19%, и наше с вами долгожданное звание, это кандидат-директора, 3000 баллов и 23%, да, на всех уровнях, чтобы зарабатывать денежку, мы с вами делаем 50 баллов, да, и если у нас с вами, сейчас прямо исчеркаю слайд, да, если у нас с вами новичок на 3%, то ему, конечно же, сложно сделать 50 баллов, да, ему на самом деле сложно, но если вы лидер, и вы зарабатываете, да, свои, допустим, вот очень много новичков именно, вот, которые ко мне недавно пришли с земли, они говорят, «Где я возьму деньги, делать закатки?» Не делай, не делай, будешь делать с 6, с 9, там, с 12%. Почему? Потому что свое первое дело – это активный рекрутинг, научиться рекрутировать, приводить людей в свою команду. Я это начинаю объяснять, и люди начинают вставать на ноги, рекрутировать, а 50 баллов они делают тогда, когда им выгодно, тогда, когда им удобно. Это очень важно объяснять человеку, да. Вот, что получается, когда вы на уровне директора зарабатываете денежку, да, ну, давайте возьмем в пример, директор примерно получает 25-35, да, тысяч. Давайте возьмем среднее, да, 30 тысяч, 30 тысяч, да, И если он делает заказы, к примеру, в среднем на 5 тысяч, да, на 5 тысяч, то получается ежекаталожно 25 тысяч этому директору на руки, да. А если у нас с вами 18 зарплат в год, то мы, вот эти вот 20, получается 25 тысяч на руки, мы их с вами умножаем на 18 каталогов и делим на 12 месяцев. И ежемесячная зарплата у этого лидера получается 37 тысяч 500 рублей, да, то есть из 37 тысяч 500 рублей мы с вами примерно 2 тысячи вычитаем налог в пенсионный фонд. И у нас с вами получается, да, уже довольно таки, так, что получается, 39 тысяч на руки, да, если я правильно посчитала. Правильно ли я посчитала плюсики-минусики поставьте, я пока сотру тут все, что начеркала, да. То есть вот таким вот образом складывается доход директора, да. И вот мы недавно разговаривали, у меня сестра, она старший директор, 35 500, спасибо, спасибо, это я неправильно вышла, не туда нолик поставила, да, 37 500. Да-да-да, я уже в голове посчитала, да, 2 тысячи налог не посчитала. Вот, то есть получается ежемесячно вот такие вот выплаты на уровне директора. Поэтому я думаю, что наша с вами минимальная цель, минимальная наша с вами цель, это, конечно же, директор, да, чтобы вам было хорошо. Но на уровне директора, да, находиться долго нельзя. Ну, нельзя сидеть долго в директорах. Вот как вы думаете, напишите, почему? Очень хочется услышать от вас ответ, почему нельзя долго сидеть в директорах. Молодцы, молодцы, что вы так активно мне отвечаете, но самое важное, что вы-то зарабатываете хорошо, а ваши люди-то под вами столько, как вы не зарабатываете, им-то тоже хочется больше. Конечно, вашим людям, может, надо есть зарабатывать 7 тысяч в каталог, им, может, надо есть зарабатывать 5 тысяч в каталог, да, допустим, 3 тысячи в каталог. Им хочется тоже, как у вас, чтобы вот они тоже получали почти 40 тысяч в месяц. Они тоже этого хочут, да, вот, молодцы, золото ездить в отпуск бесплатно, да. То есть, и, конечно же, вот как раз в интернете очень много все кричат пассивный доход, пассивный доход. И вот если вам хочется иметь вот этот, на самом деле, 5-процентный бонус с каждого своего директора, и это будет считаться пассивным доходом, вам нужно, чтобы у вас как можно больше в команде открывалось директоров, которые будут тоже довольны своей командой. Да, то есть, помогать другим – это очень важно. Если вы хорошо зарабатываете, и вам это нравится, но у вас начальный уровень директора, значит, ваши люди пока столько не зарабатывают, им тоже хочется больше. Поэтому нужно обязательно помочь каждому своему лидеру под собою выйти на директора. Вот, ну что ж, давайте с вами начинать считать. Беру в руки рисовалку и поехали. К примеру, вы лидер, который сделал 50 баллов. И под вами 3 веточки по 30 баллов. Суммарно это 140 баллов. Скажите, пожалуйста, сколько вы получите? Поняли ли вы формулу? То есть, давайте я вам первый раз подскажу, потому что не все поняли. Есть люди, которые пришли позже на вебинары, формулу не видели. То есть, внизу она у нас с вами еще есть. Да, то есть, 140 баллов мы умножаем на 60 баллов и умножаем. 140 баллов – это 3% по маркетинг-плану. Да, 3%. То есть, умножаем на 0,03. Да, именно процент. И сколько же наш лидер заработает? Консультант – это, ну, если взять термин понятия маркетинг-плана Фаберлик, то консультант – это лидер, делающий 50 баллов. Да, и это 252 рубля. Все ли поняли? Поставьте плюсики-минусики. Потому что, если сейчас вы не поняли, как рассчитывается, то потом вам будет непонятно в дальнейшем, потому что мы уже будем изучать глубже. У нас с вами еще 3 слайда впереди, и не более сложные. Да, всего лишь 3 слайда. В гривне, да, гривна, значит, смотрим. 140 баллов мы с вами умножаем на 24 гривны и умножаем на 0,03. 140 на 24, на 0,03%. Это Украина. Да, то же самое Казахстан. Да, 140 умножаете на 300, умножаете на 0,03. Да, то же самое Беларусь. 140 умножаете на 1,6, умножаете на 0,03. Да, Украина у нас разбогатела. Да, на Украине балл на выплату увеличился. И я вам хочу сказать, что это очень классно. Особенно директора почувствовали разницу, потому что они получили, ну, реально, намного больше денег. Молодцы, молодцы. Да, да, да. Недавно был пересчет, по-моему, в прошлом или позапрошлом каталоге. Честно, я уже времени счет потеряла. С этими поездками со всеми никак не могу прийти в себя. Вот. Значит, все поняли, да? Ну, у нас, Оля, он был в 2014 году, а так как на Украине была, ну, немножко неспокойная обстановка, не будем это сейчас обсуждать, Украину пока оставили, не стали ничего пересчитывать, чтобы лидеры росли комфортно и не путались, да? Вот. А сейчас Украина нас догнала по выплатам, она теперь тоже хорошо зарабатывает, так же, как и мы. Угу. Вот Танюшка Кахан считает, молодец. Угу. Ну, все, значит, я смотрю, всем понятно, я ждала вопросы, вроде бы вопросов нет. Далее, значит, тут у нас с вами идет маркетинговая уже разница, да? Вот смотрите, к примеру, вот этот лидер верхний, во-первых, сколько он ОЛГ? Вот сколько вот это вот под ним баллы, вот это вот ОЛГ у него, и его заказ тоже включается в ОЛГ, да? Давайте будем считать с вами. Калькулятор в руки берем. Это все его ОЛГ. Молодец, Оля, молодцы, все, правильно, все. Я вижу, что вы уже все видите, все, все, молодцы, да? И сейчас мы с вами считаем маркетинговую разницу, да? У лидера на данный момент три, как вы видите, веточки. Вот я их пометила точками, три веточки, которые делают первой линии по 30 баллов, да? То есть вот это вот 30 до 50, тут 80 баллов, да? То есть и лидер уже с этой веточки сколько получит, да? Да, то есть 80, мы с вами умножаем балл на выплату страны, да, умножить стерлась, и уже умножаем по 6% по маркетинг плану. То есть 80 умножить на 60 умножить на 0,06. Давайте вместе будем считать. Это мы с вами первую веточку считаем. 80 умножить на 60 умножить на 0,06. У нас с вами получается за первую веточку лидер зарабатывает 288 рублей, да? 288 рублей. Считаю вместе с вами, поэтому пишу тут же себе. Далее. Вот за эту веточку сколько лидер получит? Вот галочку ставлю, да? Смотрите, тут появляется маркетинговая разница уже, да? То есть у этого лидера, вот за это он получает по 6%, да? Потому что тут человек не сделал 50 баллов, и он получает по 6%, да? А вот за этого лидера он уже получает по 3%. Вот что такое маркетинговая разница. Почему? Потому что этот лидер тоже на 3%. То есть 50 плюс 45 плюс 55. Он уже на 3%. И он сделал 50 баллов, и вот этот лидер уже получает с него меньше. То есть что получается? Вот за эти 30 баллов, да, лидер получает как обычно, да? То есть 30, 30 умножаем на, так же балл на выплату своей страны и умножаем на 6, да? На 0,06, да? То есть вот что у нас получается. Давайте считать. То есть 30 баллов мы умножаем на балл выплаты своей страны и умножаем на 0,06. У нас с вами получается 108 рублей, да? 108 рублей, я себе пишу. Далее у нас с вами получается, да, то есть 6% минус 3% получил лидер получает по 3%. То есть вот эти вот мы с вами баллы, да, 50 баллов, 50 баллов плюс 45 баллов плюс 50 баллов у нас с вами получается 150 баллов. Вот эти 150 баллов мы с вами умножаем на, так, минутку, запуталась сама. Да, 270 рублей, молодец, Олечка, 270 рублей, да? То есть 150 баллов мы с вами умножаем на 60 рублей. Смотрю, смотрю, Украина 24 гривны, хотела на Украину умножить. Умножаем на 60 рублей и потом мы с вами умножаем на 0,03, да? Минутку, не туда тыкнула, не туда тыкнула, да, 270 рублей, это точно уже, да, 270 рублей. Значит, с первой ветки 288, со второй ветки 108 и 270 рублей получается, да? 270 рублей, то есть с верхнего он получает по 6% 108 рублей. Ну и третья веточка у нас с вами так и получается, 288 рублей, да? То есть лидер со своей структуры получает 288, 108, 270 и опять 288. Всем ли понятно? Кому непонятно, пишите. Следующий левел уже будет 80-й. Когда вы уже будете лидером крупной структуры и вам тот из глубины напишет, а что-то я вот что-то не знаю, как считать, откуда я столько получил денег, объясни мне. И вы будете уметь считать. Да, на этом, на этом слайде лидер заработал 954 рубля. Умнички, умнички. Точно пойму только в практике. Ну, хотя бы знать, да? То есть вот тут у нас с вами идет маркетинговая разница. Нет, тут он получает по 6%, а отсюда пошла маркетинговая разница. Не со всей ветки получает. Не со всего. Потому что этот лидер 50 баллов не сделал. Вот видите, вот этот лидер 50, 45 и 55. Считаем. 50 баллов плюс 45 и плюс... Ну, что там? 55. Ой, минутку. 50. Так, плюс 45 и плюс 55. Получается 150 баллов. То есть вот этот лидер у нас с вами на 3%. Да, он на 3%. Этот лидер верхний на 6%. Понимаете, на 6%. Этот лидер в свои 50 баллов, вот этот вот, он их сделал. Это получается, что 6 минус 3 равно 3. Леночка поняла? Молодцы. Вот Оля Сидорова все правильно написала. Да. То есть вот с этого лидера стрелочку рисую, он получает по 6%. А вот с этой структуры, вот с этой структуры по 3%. Ой, загугулька. Да, то есть по 3%. Иногда сбивается почему-то, не рисует. Все. Я вот сейчас вижу, что вы поняли. Мне непонятно, что 3%. Вот этот лидер, Лена, свою скидку объемную не забрал. Этот на 6% лидер, а этот на 3%, понимаешь? И вот он и за свой заказ, за свои 50 баллов он еще, кстати, получает денежку, да. То есть мы с вами сосчитали доход с этой ветки, с этой ветки и с этой ветки. И у нас еще за свой личный заказ, не забывайте, компания Фоберлик тоже вам начисляет денежку. Леночка, давай мы тогда с тобой отдельно созвонимся. Скажите, кому-нибудь еще не понятен этот момент, кроме Елены? Да, потому что вот эта ветка, она идет 3%. Все понятно, да. И вот смотрите, сейчас этот лидер получил 954 рубля, да. Он получил за свою структуру. Ой, простите, 4. Да, 900, ну, криво, косо, зато понятно. 954 рубля лидер получил за свою структуру, да. Сколько он получил за себя? То есть он сделал 50 баллов. Мы их тоже можем умножать на валюту своей страны и умножать на 0,06%. И у нас с вами сколько получится? Он еще получил за свой заказ, так ведь? То есть 50 мы умножаем на 60 и умножаем на 0,06. У нас с вами получается еще 180 рублей, ему компания за свой заказ начислила. Да, плюс 954 рубля и получается 1134 наш консультант на 6% получает объемные скидки. Хотя на 6% вы все видели в табличке, да, по России, там написано 720 рублей, да. То есть, к примеру, если бы у лидера еще бы тут 30 баллов было в бок, он бы еще раз за эти 30 баллов получил 108 рублей, да. Вот смотрите, да, к примеру, вот тут у него еще появился лидер, который опять-таки делает 30 баллов, да. Если 390, да, то получается уже, ой, 30 баллов, вот так, на букву Б, да. И если у него 390 баллов ОЛГ, то он уже получает еще плюс 30 баллов, да, ОЛГ своей. На 9% он еще не вышел. Это получается, что эти 30 баллов он тоже получает по 6%, да. Вот так вот, к примеру, и тогда он за эти 30 баллов еще ему плюсуется 108 рублей, да. Пока он не перейдет уже на уровень 600 баллов ОЛГ, объема личной группы, пока он не вышел, да, то есть до 600. Если у него, к примеру, 590 баллов, он еще на 6%, если у него уже 600 ровно баллов, он уже лидер 9% получается. Вот это очень важно сейчас понимать. Итак, все, стираю, стираю свои рисуночки. А, у меня тут было все рассчитано, да. Вот так вот. Далее смотрим, тут уже все подписано. И мы с вами, допустим, уже лидеры 12%, мы с вами уже хорошо зарабатываем, да, уже готовимся к открытию ИП, да, то есть вот все хорошо. И вдруг, да, то есть вот ОЛГ лидера, вот этого лидера верхнего составляет вот эти трое человек, да, плюс его заказ. И вот это и есть ОЛГ 12% лидера, да, получается. Так, сотру. Сотру. И что тут есть? И вдруг вот этот лидер говорит, слушай, я что-то не пойму, сколько денег я заработал. И вы должны ему помочь уже сосчитать, почему у него столько денег получил он, да. Во-первых, сколько он получил и почему он столько получил. И как он это получил. Поэтому давайте будем с вами опять-таки считать. Я думаю, что это интересно. Это уже такой последний самый сложный слайд. Вот. И сейчас с вами будем это все дело считать. Да, то есть 1000 ОЛГ тут идет ровно. Я перелеснула слайд специально, чтобы все было подписано. Итак, значит, лидеру 280 баллов, да. Под ним давайте будем считать две веточки. Значит, мы с вами считаем дважды, да, этого лидера. И давайте возьмем вот эту веточку. Я ее сейчас обведу и пока так я оставлю, не буду стирать. Значит, вот эта веточка, первый лидер в ней сделал 15 баллов, а этот лидер внизу сделал 100 баллов, да. То есть сам лидер, он идет на 6 процентах, а под ним есть в глубине лидер на 3 процентах, да. То есть вот за этого человечка лидер получает маркетинговую разницу, да, по скольки процентам? По 3, да, процентам. А вот за эти 15 баллов лидер получает по 6 процентам. Всем ли понятно? Тут получается лидер, да, во второй уже веточке, да, во второй веточке. Вот 15 ОЛГ, да, 15 ОЛГ. Теперь понятно, да, все супер-супер. Самое главное уметь отвечать на вопросы своим восходящим звездам, чтобы они не путались. Вот это сила лидера, когда лидер все знает, да. Вот вторая веточка. На скольки вторая веточка процентов? 115 баллов ОЛГ. Да, то есть его заказ и под ним 15 баллов. Личный заказ 100 баллов. И, да, на 3 процентах, да, он забрабирает свою объемную скидку, да. Ну, Лиза, грубо говоря, да. Грубо говоря, да. То есть что получается? На 3 процентах. Верхний на 6 процентов, да. Тут есть маркетинговая разница или нету? Есть, да. Молодцы. Все, вижу, теперь вы понимаете, да. И, то есть, мы с вами как считаем? 115, да. То есть, 115 ОЛГ, да. Напишите мне формулу, как считаем? Кто самый умный? 6 и 3, поэтому 6 мы вычитаем 3 процента, да. То есть, 115 умножаем на балл на выплату и умножаем. А? Давайте, давайте будем думать. Молодец, Олечка. Умница. Да? То есть, все верно. А, допустим, напишите мне формулу, как вот за этого человечка лидер получит. Вот этот лидер, как он получит за этого человечка? Напишите мне формулу, который 15 баллов сделал. 15 на 6. Умницы, здорово, молодцы. А за этого человечка мне, пожалуйста, напишите. Который ровно 100 баллов у ОЛГ. Он вип-консультант. Молодцы, молодцы. 100 на 60 на 3. Ну, все, здорово. Ну, что ж. Значит, тут мы с вами поговорили, да. Вот это мы сейчас с вами не берем. Вот это мы не берем. Да? Мы вот это не берем. Что мы берем? Мы будем брать вот это. Вот это берем. Вот я прям треугольничек нарисую, что мы берем стрелочку такую. Да? Теперь вот эту вот сосисочку берем. Молодец, Леночка. То есть, смотрите, лидер получает по 12% с этой витки. Снизу у него лидер 200 баллов у ОЛГ. Это 6%, да? 6%. Так, не рисует. Маленько сотру. Но мы сейчас с вами будем знать, да? То есть, 6%, а тут 3% лидер. Да? Ну, и смотрим, конечно же, как зарабатывает 12% лидер вот с этого лидера. По скольки процентам, т.д. т.п. Давайте с вами поговорим. 12 минус 6, да? То есть, по 6% с ОЛГ 200, да? То есть, получается 200, да? Мы с вами, грубо говоря, умножаем на балл на выплату страны и умножаем на 0,06. Да? 200 баллов умножаем на 0,06. Да, считаем, да? То есть, он получает 720 рублей, да? Хорошо. Теперь давайте будем брать вот этот лидер. Сколько получит с этого лидера? Просто мне сейчас сосчитайте. Точечки увидели? Я поставила. Всем видно, точечки я ставлю. Да? То есть, 200 ОЛГ и 150 ОЛГ. Сколько получат люди? Сколько получат вот этот лидер? Неправильно, Настенька. Мы считаем сейчас лидера, который на 6%. А почему 270 рублей? Неправильно. За структуру, да, 50 плюс 45 плюс 55 умноженное на 60 умноженное на 0,03. Получается 270 рублей. Но не забывайте, что этот лидер еще и сделал самостоятельно 50 баллов, да? И с этих 50 баллов он тоже получает 180 рублей. И получается 270 до 180, получается, что он заработал 450 рублей. Леночка умница, да, то есть, он заработал 450 рублей, да? Немножко вас подкололо. Не забывайте, за свой заказ вы всегда получаете по своему процентному уровню. Всегда получаете. Вот у нас есть, допустим, как сказать, люди, попавшие в поток, да? И над ним директор, под ним директор, а он просто покупает. И если такой простой покупатель, да, на 23%, который за счет счастливого случая находится, сделает заказ 50 баллов, сколько он получит денег за свой заказ обратно на счет, на свой регистрационный номер, да? То есть, что у нас получается? Он сделал 50 баллов, но он на 23%, к примеру, да? То есть, мы умножаем на балл на выплату и умножаем на 0,23. И у нас с вами что получится? 690 рублей этот человек просто так из-за счастливого случая будет получать, и он эти 690 рублей может списать, да? То есть, я таких людей называю счастливые покупатели. Мы же с вами иногда регистрируем людей. Продавец там, покупатель, хоп-лидер. Вот этот лидер вырос на 23%, и вот эти два человека между этими людьми, да, они как бы как будто и в корзиночке сидят, но с другой стороны они покупатели с крутыми выплатами, да? То есть, 690 рублей, плюс они 26% скидку от цены каталога получают, плюс у них выходит сколько подарков за эти 50 баллов, да? От 5 бонусов 10 подарков. Да, да, мы с Леной в номере на картонке рисовали формулы вот эти все. Помню, помню, Леночка. Вот, жду тебя в статусе директора на нашей следующей мини-ассамблее. Будем очень рады тебя увидеть. Вот, да, то есть, поняли, да? Ну, и берем третью, третью, самую сложную, да, третью, самую сложную. Берем, это 340 УЛГ. Тут у нас с вами идет 290 УЛГ, и тут у нас с вами идет 195 УЛГ. Ну, сначала давайте посчитаем верхнего. Леночка не поняла, про что. Летишь, да? Да, получается 450 рублей. Это 6% уровень, да? У нас с вами так получилось. Потому что у этого лидера нет ничего в бок. То есть, если у вас 2 ветки, вы получаете больше. Если у вас всего одна ветка, вы уже просто попадаете под маркетинговую разницу. Поэтому мы с вами всегда и учим вас регистрировать людей, да, регистрировать людей, топать себя, топать последнего веточки. И если ваша веточка вышла на какой-либо процентный уровень, открывайте следующую, чтобы у вас были выплаты, да, хорошие. То есть, ширина – это наши выплаты, глубина – это наша стабильность. Если работать только на ширину, у вас будет бесконечный поток лидеров, которые будут приходить, уходить без помощи, да. Потому что на первом уровне очень важно помочь своему человеку, чтобы он поверил в то, что у вас будет все получаться. А как вы думали, Оля, вот так и получается, да, выплат не будет, если вот одна веточка под вами. Вам нужно обязательно, обязательно зарабатывать, ой, строить веточки так, чтобы у вас были выплаты. Потому что сейчас я вас веду, знаете, к чему? Последний слайд будет к тому, что я вас веду все-таки на драгоценных директоров. Потому что драгоценные директора по 5% получаются в своей структуре без всяких на то маркетинговых разниц. Знаете про это? Да. Вот так вот. 6% по маркетинг-плану – это выплаты на структуру. Если под вами, 6% – это 200 баллов. Если под вами будет 4 человека по 50 баллов, да вы сами сделаете 50, да? То есть у вас уже будут отличные выплаты, да? То есть, а если под вами будут 4 человека в одну линеечку, которые делают 50 баллов, и у вас нет ширины, у вас только глубина, то у вас будут меньше выплаты. Так, девочки уже считают следующее, да? Ну, давайте с вами поторопимся, потому что мы с вами сидим ровно 1 час 1 минуту. Давайте будем торопиться. Итак, 340 – объем личной группы, да? Снизу 290. 340 – это сколько процентов? Прошу циферки. 340 баллов. 6%. 290 баллов – это сколько процентов? Оля-оля. 290 баллов – это тоже 6%, да? Получается верхний на 6%, нижний на 6%. Вот в таких случаях очень часто оказываются консультанты, которые ждут, пока под ними наставник выстроит веточку. Очень часто такое бывает. Вот. И смотрите. Этот на 6%, этот на 6%, этот сделал 50%, этот сделал 50%. Вот этот верхний, он не работал, он не строил свою вторую веточку, понимаете? Не строил свою вторую веточку, и он получит меньше денег. Да? Он получит меньше денег. Почему? Потому что он веточку свою вторую не захотел строить, он не захотел работать. Вот в чем суть, да? Вот. Что получается? 6 минус 6 равно 0. То есть вот этот лидер получат только за свой заказ. 50 умножить на 60 умножить на 0.06. Вот и все. Вот этот лидер, минуточку сейчас затру. Вот этот лидер, он получит, то есть он, 290 баллов, это 6%, 195 баллов, это 3%, как вы понимаете. Так, минуточку, да? Он получит по 3% вот с этого лидера, да, и с его оборота. И он получит по 6% вот за этого лидера, с его оборота. И он получит по 6% за свой заказ. То есть он получит вот эти 50 до 45, да, умноженные на 60, умноженные на 0.06. А вот это он уже получит 195, умноженные, вот написала Оля Сидорова на 3, и умноженные на 60. И потом вот этот доход, вот этот доход, мы прибавляем к этому доходу, и у нас уже получается равно. Олечка, поздравляем с регистрацией, да, и у нас уже с вами получается равно. Да, и то есть мы с вами видим, что вот этот лидер, да, заработал хорошие деньги, да, а вот этот лидер на таком же процентном уровне уже заработает меньшие деньги. Поняли, к чему я вас веду? Полезную информацию я вам дала, дорогие коллеги. Чтобы вы обязательно знали, почему у нас с вами, знаете, вот бывают, были раньше конкурсы проходили, да, выложили свой скриншот выплат, и лидер на 9% выложила зарплату в 300 рублей, а другой лидер на 6% выложила свою зарплату в 1600 рублей. Эта девушка пошла смотреть, почему лидер на 6%, чуть не тысяча, извините, 1340 там, по-моему, рублей было, да, и она одно, что доказывает, что мы ее обманываем. Я говорю, дорогая моя, маркетинг-план открыт, я вас с тобой сидела, считала, я на вебинаре сижу, считаю. Ну, ты что, не могла мне признаться в том, что тебе непонятно, чтобы мы с тобой считали дальше? Так, один запутавшийся есть. Ну, Танюша, я думаю, объяснит. Танюшка Распопова, да, у меня было 6 на 6, вот, значит, это хорошее построение, Леночка, очень хорошее построение. Вот, ну, спасибо большое за комплимент, так мне взначай сама напросилась, да, вот. Ну, и, конечно же, давайте с вами последние два слайда обсудим, кто это по маркетинг-плану. Директор, с оборотом, сколько тысяч баллов? Вот, молодец, Леночка, я так ждала, что кто-нибудь написал 3050. Очень переживала, напишите ли вы это, 3050. Потому что, да, как мы с вами уже поняли, лидер у нас получает 690 рублей за свой заказ на уже уровне директора, да, 690 рублей, да. Тут мы уже с вами посчитали. Сколько же директор получит с веточки 12% если лидеры сделали по 50 баллов? Давайте с вами сосчитаем, да, то есть у нас получается, что 23%, да, не забыли, 23%, да, 1000 баллов это 12% у нас с вами, 12%, да, да, то есть получается 23 минус 12, получается, лидеры получают по 11%. Молодцы, молодцы. Так, значит, 1000 баллов мы умножаем на 60 рублей, ну, балл выплаты вашей страны я лично говорю своей, чтобы вы уже не путались, я все говорю в одном балле, да, в одной стране, умножить на 60 и умножить на 0,11, то есть с каждой веточки лидер получает по 6600 рублей. 6600 рублей мы умножаем на 3. У нас с вами получается 19800 рублей, да, 19800 рублей и плюс 690 рублей. Получается 2490 рублей, да, вот так вот. Если у нас с вами будет уже, допустим, 4 веточки по 1000 баллов, да, если у нас будет 5 веточек, да, а если у нас будет 5 веточек по 9%, сможете так посчитать, 5 веточек по 9%? Какой доход с одной ветки? Это получается 23 минус 9%, доход с веточки получается уже 14%, да, по 14%. И это получается 600, мы с вами умножаем на балл на выплату вашей страны и умножаем на 0,14. Ой, минутку, знак не проставился. 5000, молодец, Леночка, да, 5000 с одной веточки и 5,040, да, мы с вами умножаем на 5 веточек, да, мы с вами говорили 5 веточек. И получается уже зарплата 25200. Один уровень, одни баллы, разные зарплаты, понимаете? Вот в чем суть. Один уровень может быть, но разные зарплаты. А теперь давайте мы с вами представим, что вот тут вот у нас нету этой ветки, да, и у нас тут 2 лидера на 15%, то есть 1500 баллов, да, вот на 15, да, пусть некрасиво, зато понятно. Это 1500 баллов, да, все зависит от веток. Вот я вам сейчас просто показываю, показываю, дорогие мои, чтобы вы все знали, как это считается, да. Вот почему на одинаковых уровнях могут быть разные выплаты, да. То есть 23, мы вычитаем 15, мы получаем по 8%, да, считаем 1500, да, мы умножаем на 60 и умножаем на 0,08. У нас с вами получается 7200 умножить на 2, получается 14400, да, и плюс 690 за заказ у вас получается 15000, да. Кто-то 15000 получает уже на 15-19%, да, потому что они там толстенькие, да. А кто-то 15000 может получить и на уровне директора, да. То есть, как вы поняли, компания строго платит по маркетинг плану. То есть вам выгодна и ширина, и вам выгодна глубина. Вот в чем суть. И вот я сейчас вам хочу, что тот, у кого по 15% ветки, тот самый дальновидный, да. У кого по 1000 баллов ветки, тот менее дальновидный, но тот крутой умничка. У кого же 5 веток по 1000 баллов, он думает только о своих выплатах и не понимает, как же круто иметь в своей структуре директоров. Поняли, в чем фишка? Если не поняли, сейчас будем с вами это изучать. Вот перед нами с вами маркетинг план компании Фаберлик, да. И вот он директор, да, вот он директор, 23%, да, то есть кандидат, да, то есть нужно делать 50 баллов, это 3000 баллов, он получает по 23%. Далее, значит, когда директор подтвердился, он получает квалификационный бонус 55000 рублей и за ним уже закрепляется, то есть он из кандидата в директора перерастает в простого, в обычного директора, да. И потом, смотрите, уже есть старший директор, когда под вами один директор или у вас просто объем личной группы получается 5000 баллов или под вами один директор и 2000 баллов в бок. Без разницы, в обоих случаях вы старший директор, все хорошо, вы кандидат на премию. Вот, да, то есть 82500 рублей, 27500 рублей. Далее, значит, серебряный директор, да, это уже две директорские веточки и 1500 баллов в бок, да, то есть было сначала две, да, на старшем директоре, а тут уже 1500, вот они, да, 1500 баллов в бок. Далее, значит, золотой директор, вам нужно 1000 баллов в бок. Рубиновый директор, это 4 веточки, да, и это уже... Что, Ас? Леночка, тебе надо, чтобы три ветки у тебя, они все время, кто-то из них открывал директоров, да, одна... Вот, допустим, если вы хотите попасть в... Вот, допустим, вот я сейчас в открытом статусе старшего международного директора, да, это 21 веточка директорская, да, то есть я первой веточке помогла на 3000 баллов выйти, все, ну, то есть обучить, да, и вторую веточку завела, третью веточку завела. Ну, понятно, вы же не будете строить одну длиннющую веку, это вообще наливые выплаты, и никогда так не делайте, да. То есть вы, допустим, новичок, да, вы новичок, вот отвечаю Лене, да, и к вам пришел человек, в этому человеку помогли подняться, допустим, структурой, там, к примеру, до 6-9%, да, вы открываете свою вторую веточку, да, это, к примеру, уже на 9 стало, это на 6, вы им помогаете, вы им помогаете, не забывайте, что вы им помогаете, не бросаете, это еще маленькие уровни, но вы уже начинаете открывать третью веточку, да, и когда вот эта веточка будет на 12%, а это будет уже на 9%, а это уже будет, к примеру, на 6%, да, вот это вот, давайте я ее отстрою подальше, чтобы вам было понятно, да, это уже будет на 6%, вы можете открывать четвертую веточку, и так вот у вас начнут появляться звания, да, первая директорская ветка у вас выйдет, вы старший директор, вторая директорская ветка у вас выйдет, вы серебряный директор, третья директорская ветка у вас выходит, вы золотой директор, поехали на Бали, да, то есть и вам всегда нужно следить, чтобы у вас личная группа была 1000 баллов, то есть у вас получается бесконечное открытие званий, новых званий. Директорская ветка, даже если она в глубине, ветка 3000 баллов, без разницы в каком уровне у вас какой полноценный директор, это без разницы, очень хороший вопрос, Олеся. Девочки поняли? То есть вы потихонечку, плавненько идете вверх, плавненько, то есть не сразу открыл три ветки, повел, все хорошо. Нет, можно обязательно сначала одну до ума довести, открывать вторую до ума довести, открывать третью до ума довести. По одной ветке один человек должен быть. Не поняла вопроса. Вот, Лена, молодец, молодец, все правильно поняла, вот так я имела в виду, да. Вот прям, вот так вот можете столько веток иметь. Ну, это уже уровень старшего директора, как ты поняла, ты расписала, это уже уровень старшего директора. Аня, я, Аня, не в тему поездки за счет компании «Золото». Оля, все в тему, все правильно спрашиваешь, да, с уровня подтвержденного золотого директора. Всех компания «Фаберлик» повезет на Бали в следующем году. В 2019-м будем узнавать, кто. Мы уже ехали, ездили в Шри-Ланку и в Доминикану. Я вам хочу сказать, что относились к нам с огромным уважением и очень здорово, да. Ну и давайте с вами посмотрим, кто же перед вами сейчас по уровню маркетинг-плана. Вот, Еленочка, кстати, вот Елена Гаврилина, вот я так и росла. Я только открою снова, только... И вот у меня, понимаете, больше трем веткам никогда не нужно было помогать, и я росла комфортно. Так, серебро. Анастасия, молодец, это серебро. Ириночка, понимаешь, в одной ветке может быть и 500 человек, а может быть и 15 человек, и ветка может быть одинакового объема. Самое главное, как мы с ними работаем. Самое главное, сколько мы знаем привилегий о компании, и каким образом мы их доносим, и сколько, в каком времени наши новички, да. То есть мы с вами должны понимать, что все мы с вами сюда пришли зарабатывать деньги. Если бы нас интересовали точно такие же деньги, как на работе по найму, это значит, вы бы хотели просто работать при свободном графике дома, как королева, да. Это тоже хорошо. Но обычно в сетевой маркетинг приходят люди, которые хотят зарабатывать больше 100 тысяч. И сейчас я вам показываю, как выйти на этот уровень в плане построения, и заодно мы с вами получили, что такое маркетинговая разница, и туда, и сюда. Вот смотрите. Значит, вот тут маркетинговая разница, да, полторы тысячи баллов, да, она есть. Вот тут маркетинговой разницы уже нет. Вы получаете 5-процентный директорский бонус, и у вас тут все хорошо. Тут нет маркетинговой разницы. Нету, понимаете? Да, то есть, потому что я недавно увидела сравнилку одного лидера в соцсети, который говорит, вот, вы строишь троих людей, да, и вам нужно для полноценного отрыва 3 тысячи баллов, да, 3 тысячи баллов, вот, или тысячу баллов, если у вас, да, и вы уже будете получать вот с этих вот директорских веток. Поняли, в чем разница? Это после директорский маркетинг план. То есть, вы будете получать с этих директорских веток, даже если у вас не будет трех тысяч баллов, вам достаточно иметь тысячу баллов в бок, чтобы зарабатывать с этих директорских веток. Всем понятно? Поставьте плюсики. Да, то есть, смотрите, если у вас одна директорская ветка и две тысячи баллов в бок, то вы кто? Старший директор, молодцы. Если у вас две директорские ветки и полторы тысячи баллов в бок, вы кто? Серебро. Если у вас три директорские ветки и тысяча баллов в бок, вы кто? Куда едете? Молодцы. Отлично. Вот это нужно самое крайнее своим новичкам уметь рассказывать и самим понимать. Скажите мне, пожалуйста, всем ли был понятен вебинар? Пожалуйста, только честно. Я хочу посмотреть, много ли людей не поняла данной темы. Я понимаю, что если... Леночка, если ты перегнала своего наставника, то она 100% будет все равно на 23%. Ты не можешь быть ее выше по процентному уровню. Ты можешь быть ее выше по директорским званиям. То есть, смотрите, я, к примеру, взять пример. У нас в самом начале Татьяна Сафронова, у нее 4 директора. Потом идет Николай Андрейков, он уже национальный директор, да? Потом иду я, у меня 21 открытая директорская ветка. Что получается? Я не обогнала. Они, наоборот, меня намного больше зарабатывают. Уже золото пишут, да? Пока голова кругом. Но если что-то непонятно, буду рада вам объяснить, дорогие. Не совсем, да? Что значит с 3000 баллов, как считать? 5%? Не поняла. Не поняла вопрос. Там уже по 5% ты считаешь. То есть, 3000 умножаешь на 60, умножаешь на 0,5. И за свой заказ, да? То есть, вот лидер тут, видите, лидер тут делает 50 баллов. Вот. И за свой заказ 690 рублей. Да, да, Оля, все верно. По 5%? 5%? Ну, я поняла, что ты опечаталась. Да, да, все верно. Да, то есть, смотрите. Вот, в принципе, он маркетинг план. Очень жаль, что полтора часа. Но, вот, короче, я не могла, конечно, эту тему объяснить. Я и так очень много важных моментов выпустила, чтобы вот этот костяк хотя бы вам собрать. Не очень поняла, да? Запуталась. Я думаю, что тогда в следующий раз нам с вами лучше создать два разных вебинара, да? Как считать, как не считать. Нет, конечно, Лена, ты что? Она не проседает никогда. Она получает полноценные выплаты. Она следит же за своим ЛГ. Конечно, я вам просто привела пример, что, вот, допустим, я сейчас, подтвержденный старший национальный, подо мной есть директор, который только открыл еще старшего национального директора, да? То есть, она его подтверждает, мы с ними на одном уровне. Но если вы директор, и под вами директор, но у вас все в порядке с личной группой, никаких маркетинговых разниц не бывает. Вот я вам про что хочу сказать. Никаких не бывает. Я просто с каждого ее директора получаю, как со второго директора в глубину, да? То есть, за первый директорский уровень мы с вами получаем 5%. За второй директорский уровень сколько получаем? Ну, как-то знает. Так, так, так. Тишина. Так, идем в маркетинг план с вами. Ну, мы уже так с вами немножко просто болтаем, да? Кому не важно, да? Кому важны вопросы, я с вами хоть 2 часа просижу. Честное слово, я нисколько не устала. Задавайте вопросы, потому что тема очень важная. Если вы будете уверены в том, что вы умеете правильно считать, у вас и структура хорошо пойдет, и вы сможете консультировать своих новичков. 1%, верно. Да, то есть, и, допустим, сейчас, да, сначала идет Татьяна Сафонова, да? Потом, значит, вот, к примеру, давайте возьмем уровень серебряного директора Анюты Атамайс, да? Давайте я вам нарисую. Сначала идет, допустим, Танюша, да, директор полноценный, потом Николай полноценный директор, потом я полноценный директор, потом мои первые линии Анюты Атамайс, серебряный директор, да? То есть, Таня получает за Колину личную группу 5%, за мою личную группу 1%, да? За личную группу Анюты Атамайс, 0, ой, девочки, девочки, какая там, что там дальше-то? 0, забыла, забыла. Так, зайдите, пожалуйста, в маркетинг-план, у меня плохо грузится. Мне нужна табличка, а вот все, маркетинг-план загружается. Сейчас я вам скажу, минуточку, 1, 0,50, да, 0,5%, потом 0,25%, да? То есть, вот таким вот образом, то есть, с Оксаной Рущак, да, с Оксаной Рущак, Танюша зарабатывает 0,25%. То есть, рубиновый директор как раз-таки берет уровни в глубину, да? Посмотрим с вами, да? То есть, 4 директорские ветки, как раз 4 уровня в глубину она получает. То есть, вот такие вот шикарные выплаты. Ириночка, без разницы, сколько ветки человек. Хоть 600, и 600-й будет директором, да? И эта ветка будет считаться директорской. У нас, понимаете, у нас мультилевер-маркетинг, маркетинг-план, да? Где-то в каких-то компаниях, да, очень даже нам известных, да, сейчас никого не хочу обижать, но есть линейный маркетинг-план. Что это значит? Человек получает, без разницы, сколько он получает, допустим, как вам сказать, да, вот человек, и под ним вот раз, два, три. А за четвертого уже все, компания отрезает людей. Мы же с вами получаем, без разницы, сколько между, допустим, Таней и Колей людей, это все без разницы, хоть 600 человек мы все равно будем с них получать, понимаете? У нас идет пересчет на директоров в глубину, то есть, если мы с вами открываем, к примеру, 24 директорские веточки, я еще до туда не добралась, да, то есть, то мы с вами получаем 7 уровней в глубину, понимаете? Вот в чем суть-то. У нас, вот прям крупными буквами напишу, у нас мульти-левер маркетинг. Этим нужно гордиться, чтобы вы выбрали правильную компанию. Конечно, если вы, допустим, простой директор, и под вами там в шестом поколении, да, допустим, старший вы директор, и под вами там в шестом поколении есть бриллиантовый директор, вы с него ничего не будете получать. А если вы уже, чтобы получать за 6 поколений, вам нужно, чтобы у вас было 6 директорских веточек, то есть, нет, погодите, 9 директорских веточек, и тогда вы будете получать 6 поколений директоров в глубину, неважно, сколько между этими директорами людей, вот это нужно обязательно понимать. Там написано 7 и глубже. Где там? Вот смотрите я, где смотрю. Сейчас я вам вышлю, где я смотрю, а то я подглядываю, а вам не показываю эту табличку. Да, то есть, вот таким вот образом, дорогие коллеги. Да, поэтому всех вас жду в статусе драгоценных директоров, потому что на простом директоре, да, дорогие директора, кто есть сейчас на вебинаре, оставаться нельзя, потому что ваши люди тоже хотят зарабатывать, да, то есть, и когда вы уже начнете зарабатывать хорошие деньги, и ваши лидеры начнут зарабатывать хорошие деньги, вот тогда и нужно думать о пассиве, вот только тогда, а не когда я сейчас выйду на директора, и все, я молодец. Нет, не молодец. Ваши люди зарабатывают мало. Леночка, у меня сейчас дочку надо укладывать спать, да, то есть, а потом я уже ночью, я на связь, к сожалению, не выхожу. Вот, поэтому, если очень хочется посчитаться, поупражняться, можешь позвонить Танюшке Распоповой, у нее детки уже взрослые, и она может сколько угодно с тобой сидеть. Или Саше позвони, Саша тоже очень хорошо маркетинг план понимает. Вот, конечно, будем с вами упражняться. Самое главное, Зея вам дала, баллы на выплаты дала. Ну что ж, все, прощаемся с вами. Есть у кого какие-нибудь вопросы?